Как делают игры? Чтобы ответить на этот вопрос, разберемся сначала с тем, что такое игра. И сделаем мы это, отвечая на несколько простых вопросов. Первый вопрос – кто? Кто будет играть в нашу игру? Дети или взрослые? Мальчики или девочки? От ответов на эти вопросы зависит, какая должна получиться игра. Определившись с игроками, мы еще раз отвечаем на вопрос – кто? Ответ на этот вопрос поможет понять, каким должно быть главное действующее лицо в игре или представитель игрока в этой игре. Часто говорят – аватар. Какой или какие будут в этой игре персонажи? Какой у них характер, внешний вид, поведение? А может быть их заменят забавные фишки или карточки? Кто и что, помимо главного персонажа, должны быть представлены в игре? Это так называемые неигровые персонажи – NPC, которые оживляют всю игру и делают ее более увлекательной для игрока. Следующий вопрос – где? Где можно будет играть в нашу игру? В комнате? На столе или на полу? А может быть лучше во дворе? Там больше места, можно придумать больше развлечений? Или мы создадим игру в одном из самых популярных жанров Live RPG по-русски ролевую игру живого действия? Например, на основе исторической реконструкции. И каждый игрок попробует перевоплотиться в одного из героев некоторой истории. Играть мы будем на большой локации. Ну, например, где-нибудь в замке. Окей. Не хотим живых игр есть компьютерные или видеоигры, мобильные игры, всевозможные приставки, дополненные виртуальной реальности. И это целый мир игр, которые для обобщения назовем цифровыми или электронными. Кстати, многие цифровые игры выросли из живых, настольных, например. В шахматы можно играть на доске с живым партнером, а можно с компьютером. И таких примеров множество. Разработкой такой игр сегодня занимается новая современная индустрия под названием геймдев. И далее мы немного коснемся именно этой индустрии. Отвечая на вопрос где разработчик электронной игры определяет локации, на которых будут жить виртуальные персонажи. Те самые представители живого игрока и его окружения в мире неживом, виртуальном, цифровом, выдуманном. Будет это нечто очень похожее на наш реальный мир, реалистичное или совершенно фантастическое. Или автор игры хочет отправить игрока в глубокий космос. А может быть исследовать историческое прошлое или далекое будущее. Все это называют сеттингом. Обычно в играх много различных уровней, которые придумывают левел-дизайнеры. Итак, игры бывают разные. Если обобщить, то можно сказать, что вся наша жизнь большая игра. А человек создает маленькие игры, каждый из которых представляет собой своеобразную модель некоторой части жизни игры. Поэтому успешные геймдизайнеры много читают, путешествуют, занимаются самыми разными делами, тщательно изучая таким образом жизнь игру. Идеи вдохновения разработчики черпают из книг, фильмов, мультфильмов, наблюдений за самыми разными видами творчества и деятельности человека. Третий вопрос. Как? Как игроки будут играть в игру? По каким правилам? Что в ней должно происходить? В��� В��� Время 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 Продолжение следует...